Здравствуйте, друзья! Привет! Добро пожаловать на наш канал! MyFuPictures! С вами Матвей и Алексей! Сегодня у нас наш журнал LEGO Ninja Nr 78. В комплекте журнала мини-фигурка Pullerica. Мы ее откроем немножко позже. Карточки, карточки, бустер с карточками LEGO Ninja. Мы его тоже сегодня откроем после того, как полистаем журнал. Золотая лимитированная карта с Ллойдом. Но это Ллойд из джунглей, мы знаем, из 14 сезона. Но карта все равно прикольная, золотая. Класс! В журнале комиксы, постеры, все самое интересное. Поехали! На четвертой странице описания персонажа, мини-фигурка которого идет вместе с журналом, мы знаем, это Pullerica. Ну и здесь краткое описание его оборудования и его самого. Справа уже два небольших задания, что-то типа паззлов. Да, это и есть паззл. На следующем развороте еще несколько заданий. Лабиринт. Здесь нужно разобраться с мини-фигурками. Так, а на следующей странице, по-моему, то же самое было уже в журнале LEGO Ninja Legacy буквально в предыдущем выпуске. Если вы еще не посмотрели, зайдите в наш плейлист и посмотрите обзор этого журнала. Здесь тоже самое, такая же самая игра, только здесь и герой, и злодей. В том журнале, а нет, это был журнал LEGO Batman. Такая же самая игра, извините, была в журнале LEGO Batman. И там нужно было тоже бросать кубики. И кто первый выбьет всех персонажей или злодеев, где как. А здесь справа подписка, годовая подписка на журнал LEGO Ninja, и кто подпишется, получает огромное количество бустеров с карточками LEGO Ninja, да? 125 карточек. На странице 16-2 небольших задания, а мы с вами посмотрим сейчас постеры. О, вот этот, кстати, постер мне нравится. Смотрите, на первом постере Ллойд, все персонажи из джунглей. Класс, очень красиво смотрится этот все ночью. И каменный голем, класс, очень красиво. Мне нравится этот постер. Что случилось на острове, да? А здесь? Не понял. Опа, неожиданно. А как этот постер попал в журнал LEGO Ninja? Так это же LEGO Ninja Legacy, или нет? Посмотри, все эти золотые мини-фигурки, все эти персонажи относятся к LEGO Ninja Legacy. Часть из этих мини-фигурок у нас уже есть. Две у нас скоро появятся. Это Ния и Зен, которых нам не хватает до сих пор, да. Но, ребята, этот постер должен... И здесь должна стоять надпись LEGO Legacy. И этот постер должен быть, по идее, в журнале LEGO Ninja Legacy. Что произошло, что пошло не так, непонятно. Но, видимо, маркетологи хотят продвинуть продажу этих мини-фигурок. И, соответственно, наборов. Наборов, которые укомплектованы этими мини-фигурками. Их надо продавать. Вот они втулили сюда эти. Ну, я не знаю. На мой взгляд, должно быть это в журнале LEGO Ninja Legacy. Но никак не здесь. На развороте 28-29 продолжается... Продолжается что-то непонятное. Нам дают описание всех героев Ниндзя и их золотые копии из LEGO Ninja Legacy. Всё это хорошо. Но эта статья должна быть в журнале LEGO Ninja Legacy. Но, видимо, для тех, кто вообще не обращает внимания на Legacy серию и на эти журналы, видимо, хотят как-то людей привлечь и в ту часть. Но это уже перебор, я считаю. Ну, конечно, здесь продолжение. Должны быть все персонажи. Вот они все персонажи и показали. А также мини-фигурка золотого мастера Ву, которую вы можете, приобретя набор Сады Ниндзя Гасити, получить эту мини-фигурку. То есть, обязательно нужно купить этот дорогостоящий набор. Эти все наборы, кроме Сады Ниндзя Гасити, были уже у нас на канале. И один из этих призов можно выиграть. Нужно только заполнить запрос и отправить в редакцию. Но я чувствую, что это очередной фейк. В конце журнала, как всегда, вы найдете анонс следующего выпуска. Он появится 10 августа. И в журнале будет мини-фигурка Ллойда из Джунглей. И у меня есть такое мнение, что это будет последний выпуск, посвященный серии «Остров». 14-му сезону. Ну, все как положено. Ллойд, Мачете и два краба. И оба краба вооружены саблями. Это, конечно, прикольно. Вот так будет выглядеть журнал. И смотрите, в журнале уже будет комикс по 15-му сезону. Глубины, бескрайний океан. Все это мы уже хорошо знаем. Ну, и вот такой анонс. Справа карточки Лего Ниндзяга. Сегодня мы откроем один бустер. В самом конце вы найдете рекламу актуальных наборов Лего Ниндзяга. И смотри, здесь всего три набора. Решили как-то поделить. Ну, вот он Дракон. Всего три набора рекламируют. Скорее всего, в следующем выпуске будут остальные наборы. Но как-то так решили продвигать именно эти наборы. Ну, хорошо. А мы переходим к карточкам. Посмотрим, посмотрим. Да, ну, эти карточки уже совсем не актуальны. Мы их собирали-собирали. Ну, паззла. Этой части паззла у нас еще нет. Но этого все равно недостаточно для того, чтобы собрать весь. Там нам не хватало в каждом паззле по три карточки. Идем дальше. Что там? Фангус. Ну, это один из персонажей из подземелья, которые там заблудились. Мы помним, да? Их там было трое. Дальше. Айзер опять же у нас, по-моему, такая карточка была. И хранитель грома. Очень хорошо. Ну, по-моему, такая тоже была. Но, тем не менее, блестящая, красивая карта. Класс. Мне нравится. И теперь мини-фигурка. Пакетик с мини-фигуркой нам открывать не пришлось. Мы воспользовались мини-фигуркой, которая была в наборе, по-моему, с драконом. Это было, да? Да. Это мини-фигурка Пул Эрик. Он был один-единственный в сезоне. Вы знаете, вышло всего 4 или 5 наборов по этому сезону. 4 набора всего было по 14 сезону Остров. И эта мини-фигурка была только в наборе с драконом. Да, мы в своем обзоре раскритиковали этого дракона. Да, если вы не видели еще обзор, то зайдите в наш плейлист и посмотрите наш обзор, как мы разносили этот вообще набор с драконом. Но, тем не менее, мини-фигурка Пул Эрик после выхода этого журнала превратилась из эксклюзива в обычную мини-фигурку. То есть, если вы хотите сделать армию Пул Эриков, то, пожалуйста, можно накупить 25, 30, 40 журналов. И в каждом из них будет такая же мини-фигурка, и у вас будет целая армия. Единственное отличие от мини-фигурки, которая шла в наборе, это наличие щита. Мы знаем, что в наборе у него было два вот таких кортика. Можно с этой стороны вставлять клык, можно с этой. Это уже не принципиально, как вам удобно. У мини-фигурки две головы, в отличие от обычных стандартных. И маска, да, развернутая назад. То есть, по принтам это та же самая мини-фигурка из набора. Да, тот же самый чехол на голове, тот же самые волосы. Все абсолютно то же самое. Если вы по каким-то причинам не купили этот набор, то приобретя этот журнал, вы имеете эту мини-фигурку, которая перестала быть эксклюзивной. Но, тем не менее, ее на полку можно поставить или куда-то на витрину. В принципе, мини-фигурка классная. Единственное, как я говорил в наших обзорах, мне не нравится, что эти мини-фигурки, в отличие от сериала, не полупрозрачные. По идее, они должны быть, эти все персонажи. Но, если не полупрозрачные, то с какими-то вкраплениями здесь. Вы видели, если сериал, вы заметили, что они выглядели, персонажи из острова выглядели совсем по-другому. И они были совсем другого цвета. Ну, здесь сделали просто матовые мини-фигурки фиолетовые, светло-фиолетовые, да, и без всяких каких-то там вкраплений. Но, в идеале, они должны быть как полупризраки, полупрозрачные и с такими блестящими вставками, как были когда-то мини-фигурки в серии Lego Chima. Если вы помните такую серию, там такого плана детальки были. Итак, тот самый случай, когда выпуск журнала мне совсем не понравился. Мне тоже столько фейлов. Да, большинство статей в нем, которые относятся вообще к серии Lego, Ninjago, Legacy. Я понимаю, что это тоже Lego, Ninjago, но как-то раз уже разделили две эти линейки, то и в журналах не должно быть вот такого смешения стилей и все такое прочее. Здесь столько статей по Legacy и постер по Legacy и много разных статей по Legacy, ребята, по золотым мини-фигуркам. И розыгрыш наборов тоже из серии Lego, Ninjago, Legacy. Но как-то надо все это дело разделять. Единственное, что более или менее неплохо, это мини-фигурка, которой укомплектован журнал. И если вы случайно по каким-то причинам не купили набор с драконом из сезона Остров, из 14 сезона, то приобретя этот журнал, вы получаете неплохую, скажем так, мини-фигурку.